В своём сообщении я постараюсь осуществить основные вопросы современного представления адъювантного лечения меланомы кожи. Ну и вначале, может быть, осмелюсь попросить поднять руки тех специалистов, которые занимаются, назначают адъювантное лечение или принимают решение о необходимости адъювантного лечения больным меланомой кожи. Кто занимается такой проблемой? Никто? Никто не назначил адъювантное лечение? Тогда, наверное, мы начнём с самых азов и постараемся прийти к какому-то решению. Лекция называется «За и против». На самом деле много спорных вопросов, которые мы сейчас постараемся осветить. Актуальность проблемы. Мы уже, в принципе, половину дня, наверное, посвятили освещению вопросов о высокой актуальности. Да, это молодой возраст, это социальная значимость проблемы, это высокая агрессивность опухоли, как таковой, высокий риск раннего метастазирования, неблагоприятный прогноз. Поэтому все эти аспекты меланомы кожи, конечно же, диктуют необходимость поиска оптимальных способов лечения и, конечно же, на наиболее ранних стадиях заболевания. Если мы говорим о адювантном лечении, то мы должны, наверное, вскользь хотя бы сказать об теории стволовых клеток опухоли. Считается, что именно они являются драйверами дальнейшего прогрессирования после радикального удаления первичной опухоли. Они, в принципе, отличаются от интенсивно пролиферирующих опухолевых клеток. Они, как правило, в состоянии условного покоя находятся, имеют иной антигенный профиль. И это характеризуется высокой устойчивостью к аптозу и, в том числе, к такому понятию, как аптозический стресс, который вызывается лекарственными препаратами. И поэтому большинство стволовых опухолевых клеток резистентны изначально к тем лекарственным препаратам, которые эффективны в отношении активно пролиферирующих опухолевых клеток. То есть, если мы говорим о том, что опухолевые стволовые клетки являются уменьшением демантной терапии, мы должны понимать, что те препараты, которые работают при активно пролиферирующих, десимированных формах опухолей, они, как правило, не работают в отношении этих стволовых клеток. То есть, нужен необходим принципиальный иной лекарственный подход с учётом именно биологии данной популяции опухолевых клеток. Если мы говорим об одевантной терапии любой опухоли, в том числе и меланомы, мы понимаем, знакомые нам графики, контрольная группа пациентов. Это пациенты, получившие только хирургическое лечение и радикально излеченные. Мы видим, что кривая рано или поздно выходит на какое-то плато. И группа больных, которые получили одевантную терапию, у них, как правило, показатели выживаемости выше, но они тоже не достигают 100%. То есть, мы помогаем только определённому и довольно небольшому числу пациентов, которые получают профилактическое лечение. Эти пациенты, они не получат никакой пользы от назначения нашего лечения. А часть пациентов, учитывая токсичность любой лекарственной терапии, в том числе той, о которой мы будем говорить сейчас, они получат определённый вред их здоровью. Поэтому, конечно же, вопрос принципиальной пользы и вреда профилактического лечения, в том числе меланомы, он должен, конечно, учитываться, наверное, в первую очередь. Вот интересные данные, которые авторы уже около 3 года назад мы обнаружили в литературе. Для предупреждения смерти одного больного меланомы кожи нужно провести лечение 35 пациентам. То есть, мы понимаем, 1 и 35 пациентов получат лечение напрасно. То есть, у подавляющего большинства пациентов влияние на их сроки их жизни, то, чего мы в основном добиваемся, к сожалению, не будет достигнуто. Поэтому вопрос о том, как найти этого счастливчика, которому мы реально поможем, назначив профилактическое лечение, конечно же, он стоит и он до сих пор не окончательно решён. И поскольку, повторяюсь, поскольку большинство пациентов уже излечено только хирургическим способом, то вопрос безопасности лечения, он не менее важен, чем вопрос эффективности терапии. Что мы хотим достичь, проводя профилактическое лекарственное лечение? Конечно же, излечить наших пациентов. То есть, это первоочередная задача, которая стоит перед нами. Безопасность, минимальная токсичность, также мы об этом сказали. Возможность индивидуализации лечения, выбрать одного человека из 100 или из 1000, это, наверное, первоочередная. Минимальная, наверное, длительность лечения, чтобы, опять же, облегчить жизнь пациента, который, в принципе, может быть уже радикально излечен, для того, чтобы сохранить эффект, который мы хотим достичь, и тоже время минимально повлиять негативно на качество жизни пациента. И, наверное, немаловажный аспект, я здесь его не представила, это стоимость лечения. Потому что те режимы, которые мы будем рассматривать сейчас, они, как правило, сопровождаются довольно высокой стоимостью лечения, затратностью как для учреждения, так и для пациента зачастую. Поэтому в своей презентации я постараюсь ответить основные вопросы, цели адевантной терапии, показания к ней, какие препараты в настоящее время используются для решения этой задачи, и возможности как раз-таки индивидуализации или персонализации адевантной терапии. Основная цель любой адевантной терапии – увеличение общей выживаемости. Но поскольку для меланомы эта проблема не решена, как, в принципе, для многих других опухолей, существуют такие суррогатные маркеры, как увеличение безрецидивной выживаемости, то есть отсрочивание рецидива заболевания, увеличение выживаемости для бездалённых метастазов, то есть то, что, скажем так, косвенно говорит об эффективности нашего лечения. Всем знакомые графики о зависимости выживаемости больных меланомы в зависимости от стадии. Практически 100% выживаемость при первой А стадии и кривая, к сожалению, стремящаяся к нулю при четвёртой диссиминированной стадии. И если мы говорим о пациентах, нуждающихся, в отношении которых необходимо обсуждать вопрос об адевантном лечении, это пациенты, имеющие высокий риск рецидива. Риск рецидива, превышающий 30%. Это больные, начиная со второй Б и все под стадии, третьей стадии меланомы. Какие лечебные тактики в отношении пациентов этой группы существуют сейчас в мире? Здесь представлены данные, которые предложены МНССН, наверное, наиболее такая пластичная, наиболее гибко реагирующая, быстро реагирующая на все изменения в стандартах системы, рекомендации, которые мы все активно пользуемся. Что сейчас мы имеем? Первая опция – это наблюдение. Как она была какое-то время назад, так она и остается. То есть пациенты радикально прооперированные, даже при наличии досадов в легиональных лимфатических узлах, абсолютно этично и нормально просто динамически пациента наблюдать. Еще раз сразу оговорюсь, вернее, что все опции, которые здесь перечислены, решение вопроса о том, что выборы, должно принимать не только врач, а совместное решение должно приниматься врачом и пациентом, потому что, скажем так, никакого излишней ответственности брать на себя, конечно же, специалисту-медику совершенно не нужно. Второй вариант – участие в клинических исследованиях. Любая нерешенная проблема решается путем проведения рандомизированных многоцентровых клинических исследований. Поэтому пациенты, имеющие такую стадию процесса, могут быть кандидатами для участия в различных клинических испытаниях. Какие еще есть варианты? Интерферон-альфа, о нем мы уже знаем, в течение 20 лет он уже зарегистрирован, FDA, категория доказательности 2B, то есть далеко не 100%. И то, что внесено в последнее время для больных третьей стадии – эпилемумаб, о котором мы будем говорить, с той же самой категорией доказательности, и тоже недавно включено – это возможность проведения даже химиомонотерапии. То есть та позиция, которая до последнего времени, наверное, в рекомендациях активно в качестве адъювантного режима и не изучалась. И она, как нам кажется, довольно спорная и сейчас. И подобное нерешение, отсутствие исконно доказательного решения этой проблемы приводит к тому, что только треть больных, даже в развитых странах мира, в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, в России, может быть, и меньше, менее трети больных, имеющих третью стадию заболевания, получают адъювантное лечение. То есть остальные пациенты, более 70%, они находятся просто в группе активного наблюдения. Интерферон-альфа – всем известный препарат. Механизм действия у него разнообразный. Это и антипролиферативный механизм. Интересно, что он также может влиять, подавлять и передачу сигнальных сигналов в системе МЕРК и метагено-активированный протеинкиназный путь. Антиангиогенный эффект. То есть, в принципе, множество эффектов, о которых мы знаем. И препарат, который используется для адъювантной терапии, используется он в трёх дозовых уровнях. Режим малых, средних и высоких доз зависит от дозы, которая вводится, от длительности введения. Для малых и средних доз – это полтора-два года. И для режима высоких доз, который, в принципе, единственный режим, который одобрен из всех этих вариантов, например, FDA для применения в адъювантном режиме, мы видим, что очень высокие дозы. Индукционная фаза – 20 миллионов единиц на квадратный метр в течение первого месяца. И в дальнейшем в течение 11 месяцев доза в два раза меньше, но она всё равно очень высокая. То есть, в принципе, режим проведения высоких доз интерферона – это уже высоко специализированные учреждения и, скажем так, с поддержкой реанимационным отделением, с поддержкой интенсивной терапии. То есть, как правило, режим чрезвычайно токсичен. Какие существуют исследования, посвящённые именно высоким дозам интерферона? Основное исследование, на основании которого и зарегистрировали препараты уже 20 лет назад, 1996 год, – это исследование Кирквода, ЭКОК-1684, в котором доказано однозначно влияние на безрецидивную выживаемость. Больные, получавшие высокий доз интерферона, более длительное время жили без признаков рецидива заболевания. Но влияние на общую выживаемость, то, чего мы в основном добиваемся, довольно спорным было. Если мы посмотрим на общую выживаемость пациентов через 5 лет наблюдения, то кривые различны. Больные, получавшие интерферон, живут дольше. Но при подведении итогов через 12 лет оказалось, что кривые сходятся. Что можно предположить? Что всё-таки вот эта когорта больных, и получавших высокий доз интерферона, и не получавших, имеют какие-то особые биологические особенности из своего организма, своей иммунной системы, опухоли, наверное, которые позволяют им существовать вне зависимости от того, получали они или не получали высокие дозы интерферона. Но в любом случае, интерферон эффективен в отношении безрецидивной выживаемости, и, по крайней мере, на короткосрочное увеличение общей выживаемости тоже никто не оспаривает. Поэтому препарат одобрен, и он может использоваться у данных пациентов. О токсичности, мы будем постоянно к этому вопросу возвращаться, токсичность высоких доз интерферона крайне высока, как нам кажется. Здесь представлены данные токсичности 3-4 степени, то есть это токсичность, которая может представить угрозу для жизни пациента. И осложнения затрагивают все системы, и общие симптомы, и костно-мозговое кровотворение, и токсическое воздействие на печень, и воздействие на центральную нервную систему и психику. Мы видим, каждый второй, каждый третий пациент, к сожалению, имеет осложнения и довольно выраженные, вплоть до того, что каждый четвёртый пациент нуждался в прекращении лечения именно из-за неприносимой токсичности. Поэтому, конечно же, подобная высокая токсичность, она требовала, по крайней мере, изучения менее интенсивных доз препарата, режима средних, малых доз, это от миллиона до 10 миллионов единиц. Но здесь, так сказать, данные ещё более спорные, как нам кажется, безрецидивную выживаемость безусловно увеличивают, но влияние на общую выживаемость, оно, по крайней мере, по данным рандомизированных исследований, оно неоднозначно. То же самое в отношении режима малых доз. Поэтому, по крайней мере, в НССН вы не увидите рекомендации применения режима малых и средних доз для пациентов с данной стадией заболевания. А Европейское медицинское агентство, оно рекомендует эти режимы, но для больных, имеющих вторую стадию меланомы, то есть для более ранних стадий заболевания. Но здесь, скажем так, в пользу сторонников применения интерферона идут данные метаанализа, в которые проведены уже к настоящему времени четыре метаанализа и наиболее полный метаанализ, мы видим, 14 рандомизированных исследований оценено, более 8 тысяч пациентов, подтверждено влияние на безрецидивную выживаемость и, в принципе, подтверждено влияние на общую выживаемость. И здесь авторы метаанализа даже не смогли выявить, какой из режимов применения интерферона имеет, скажем так, имеет преимущество. То есть и режимы высоких доз, и режимы средних, и режимы малых доз, они, в принципе, могут оказать позитивное влияние на эти показатели. Поэтому аргументы в пользу применения все-таки режима малых доз, которым, в принципе, и мы в нашей практике руководствуемся, это сопоставимая эффективность с режимом высоких доз, причем, еще раз говорю, что показатели снижения, улучшения, скажем так, выживаемости пациентов, они сопоставимы оказались с теми опухолями, для которых проведение азиоматной терапии является стандартом. Рак молочной железы, рак толстой кишки, устогенная саркома, то есть процент уменьшения риска смерти при применении интерферона, он сопоставим с использованием при азиоматной терапии для других опухолей. Поэтому, в принципе, здесь, скажем так, позиции интерферона, они, наверное, этим подкрепляются и становятся более такими весомыми. Поэтому сопоставимая эффективность, наиболее лучшая, конечно же, переносимость, большая экономическая эффективность, они являются такими аргументами в пользу того, что все-таки режимы средних и малых доз целесообразно проводить и, по крайней мере, во многих странах Восточной Европы, в Западной Европе, в рекомендациях нашей страны, русской режимы, эти, они указаны как возможная опция для пациентов. Второй препарат, вторая форма лекарственного интерферона это пагелированный интерферон, особым образом модифицированный интерферон, соединённый с молекулой полиэтиленгликоля. Это увеличивает время его циркуляции в кровеносном русле и более длительно поддерживается терапевтическая концентрация препарата. Также здесь представлен стандартный режим. Интерферон пагелированный используется уже до пяти лет, не в течение года и двух, как режим обычного интерферона, до пяти лет проводится лечение. И основание для его регистрации в 2011 году, если не ошибаюсь, это исследование, проведённое под руководством Александра Гермонта, о котором уже Георгий Майлович сегодня упоминал, ведущий специалист, в том числе и в области изучения меланомы, больные, имеющие третью стадию меланомы, то есть имеющие микро- и макроскопические легионарные метастазы, радикально прооперированы, рандомизированы на терапию пагелированный интерфероном и на группу наблюдения. Также спорные данные в отношении влияния на общую выживаемость, но подтверждено влияние пагелированный интерферон на безрецидивную выживаемость и особенно у больных, имеющих ульцерацию опухоли и у больных, имеющих именно микрометастазы, не пальпируемые лимфоузлы увеличенные легионарные, а именно микрометастазы. То есть как раз вопрос о возможности персонализации лечения адювантного, он тоже выступает. То есть пациенты, имеющие данные характеристики опухоли, наверное, в большей степени подлежат терапии пагелированный интерфероном. И, учитывая эти данные, было инициировано исследование уже принципиально у больных, имеющих изъяснение опухоли и ульцерацию и имеющие чуть более раннюю стадию, вторую стадию. Исследование на упакове в ходу и, по-моему, через два года, в 2020 году, через четыре года будут представлены уже такие первоначальные результаты. Имеет ли смысл именно у пациентов со второй стадией заболевания и ульцерации, имеет ли у них большее, скажем так, значение применение именно пагелированного интерферона. И использование новых препаратов в адюматном режиме, разумеется, закономерно, попытки смещения высокоактивных препаратов, которые зарегистрировали себя, зарекомендовали себя как высокоэффективное уже при лечении распространённых форм меланомы на более ранние этапы лечения. Здесь эпилемумаб, антитела, которое реактивирует инактивированные Т-лимфоциты и повторно запускает, скажем так, реактивирует иммунную систему. Мы знаем, что препарат высокоэффективен при лечении сменированных форм. Но здесь исследование, очень важное исследование, которое, в принципе, уже по первым, скажем так, своим результатам уже позволило даже зарегистрировать эпилемумаб как показания для адювантного режима. Это исследование, представленное буквально в 2015 году, его результаты были представлены в 2015 году, опять же, группой Александра Гермонта. Исследование, посвящённое эффективности эпилемумаба, у больных с меланомой кожей третьей стадии. Рандомизация пациентов на группу активного динамического наблюдения и на группу терапии эпилемумабом. Также, сразу обращу внимание, если есть опыт или ясно, что есть знания о терапии эпилемумабом, дозы препарата, они уже, видно, в три раза выше, чем дозы, которые используются в лечении таких дистеминированных форм меланомы. Обычно 3 мг на килограмм, здесь 10 мг. И длительность лечения не 4 стандартных введения, а 4 в дальнейшем в каждые 3 месяца в течение 3 лет. То есть, лечение длительное и изначально с принципиально более высокими дозами, чем при лечении дистеминированной формы меланомы. И те данные, которые были получены, на основании которых препарат был включён в рекомендации для адювантной терапии меланомы, это данные пока о безрецидивной выживаемости. Мы видим, что медианы этих кривых, медианы безрецидивной выживаемости больных, получавших и не получавших пеллюмаб, они различаются и достаточно значимо. 9 месяцев различия в медиане выживаемости. Причём, эти преимущества пеллюмаба, они прослеживаются при наличии как микрометастазов, так и макрометастазов в лимфоузлах, независимо от стадии от 3 А до 3 С и независимо от наличия и отсутствия ульцерации опухоли. То есть здесь пеллюмаб выступает вроде такого универсального солдата, который работает при всех этих характеристиках опухоли. Но, что смущает до нас, и не только нас, ведущих специалистов этой области, нет данных об общей выживаемости. То есть та цель, которую мы преследуем, проводя адювантное лечение, мы пока не знаем, работает препарат, достигает ли этот эффект с помощью пеллюмаба или не достигает. И то, что ещё больше смущает, это очень высокая токсичность терапии. Мы видим, более 40% больных имеют осложнение третьей-четвёртой степени, представляющие угрозу для жизни. Около половины пациентов завершили лечение именно из-за токсичности. То есть, в принципе, цена очень высокая. А токсичность со стороны желудочно-кишечного тракта, типичная для пеллюмаба, диареи, колиты, перфорация кишечника, пять токсических смертей, это 1% от общего числа осложнений. К сожалению, это, наверное, очень высокая цена для адювантной терапии. И поэтому, я не знаю, оно кажется, такое взвешенное очень должно быть решение в отношении назначения препарата именно в этой позиции, именно в этой дозе и так далее. Вопрос всегда встаёт о длительности терапии препарата. Опять же, длительное лечение, токсичное лечение. Может быть, можно лечение сократить. Поэтому гипотезы о том, что, может быть, высокие дозы препарата интерферона, по крайней мере, реализуются в течение первых индукционов, например, рфазы, тоже вставал. Исследование было инициировано терапией интерферона в течение месяца или наблюдения. Но исследование было прекращено при первом же промежуточном анализе, поскольку такой кратковременный курс терапии интерферона не оказывает влияния ни на общую, ни на безрецидивную выживаемость. Поэтому, если мы интерферон назначаем, он должен применяться полноценным курсом. Не меньше полутора-двух лет для режима средних и малых доз и не меньше года, если пациент сможет перенести, если не будет выражена токсичность для режима высоких доз. С той же целью, с целью максимального сокращения длительности адематной терапии, было инициировано исследование химии-иммунотерапии, комбинации стилёх цитостатиков и интерлекина и интерферона, тоже достаточно в высоких дозах, всего 9 недель лечения, то есть всего 2 месяца лечения по сравнению с годичным применением интерферона. Медианное наблюдение 7,5 лет, что получено, безрецидивная выживаемость увеличивается при использовании химии-иммунотерапии, но никакого влияния на общую выживаемость нет, и токсичность этого режима очень высокая. Поэтому, несмотря на то, что данную комбинацию включили также как возможную опцию для больных, получающих адематное лечение, мы, наверное, также не рекомендовали бы применять такой высоко токсичный режим с таким практически отсутствием влияния на общую выживаемость пациента. В принципе, исследования сейчас продолжаются, касающиеся и уже подбора дозы эпилемумаба. Мы говорили, что высокие дозы всё-таки, наверное, очень токсичны, поэтому мы видим малые дозы, высокие дозы эпилемумаба или интерферон, пембролизумаб или наблюдение, эпилемумаб или неволумаб, таргетные препараты в адювантном режиме тоже такой, скажем так, вопрос, требующий очень детального внедрения, детального осмысления. Поэтому ясно, что сейчас мы находимся в таком периоде поиска, и, наверное, он завершится таким принятием какого-то однозначного решения в этом отношении. Поэтому, что сейчас можно, заключая, к сожалению, мы пока не можем повлиять на общую выживаемость, проводя адювантное лечение, но в любом случае мы можем как-то влиять на безрецидивную выживаемость довольно успешно, поэтому это лучше, чем ничего. И если мы говорим уже о конкретных больных, уже подводя итог, больные с первой, второй А стадиями не нуждаются в адювантной терапии, поэтому в отношении них проводится наблюдение или, возможно, конечно же, участие в клинических испытаниях. Для больных второй Б, третьей стадии те опции, которые я перечислила, что из них выбрать, еще раз говорю, коллегиальное, не коллегиальное, вернее, а совместное решение врача и пациента. Поэтому то, что мы хотим достичь, это все-таки найти эффективный один препарат или комбинацию из нескольких препаратов с минимальной токсичностью, с удобной для врача и для пациента в первую очередь продолжительностью лечения, возможно, максимально подобранный для конкретного пациента, то есть, возможно, индивидуализированный, ну и, конечно же, с приемлемыми экономическими характеристиками. Поэтому из этого большого количества пациентов, прооперированных успешно нашими хирургами, мы, наверное, найдем одного человека, и для которого найдем все эти вот... Сошьем костюмы одевантной терапии максимально успешно. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Анна Игоревна. Какие вопросы аудитории? Будьте добры. Да. Будьте добры. Анна Игоревна, спасибо за доклад. Вот заинтересовал следующий факт, какой вы акцент поставили стволовым опухолевым клеткам. Скажите, пожалуйста, изучались ли эти клетки на меланоме непосредственно? Какие есть исследования? И ваше впечатление о роли этих клеток, стволовых опухолевых клеток вообще как бы в перспективе развития? Да, я поэтому о них и упомянула, по крайней мере, потому что это одно из направлений, которое требует дальнейшего изучения. Ясно, что исследования ведутся. И, скорее всего, эти препараты, которые сейчас какую-то активность проявляют, в основном, они больше иммунной направленности, интерферон, и пилиумаб, и, наверное, препараты вот этой группы, они будут действовать именно на биологию именно этих стволовых клеток. Я думаю, что не на те клетки, которые активно пролифируют и дают, скажем так, первое проявление заболевания. Нет, но вы считаете, что как раз именно таргетная терапия будет влиять на стволовые опухолевые клетки вот те препараты, которые уже созданы? Или таргетная терапия, или иммуно-онкологические препараты, потому что мы пока ещё... То есть вы думаете, что это больше препараты иммунного ряда, да, то есть... Ну, по моему ощущению, наверное, всё равно да. Да, просто как бы вот в статьях как раз говорится там по поводу изучения стволовых опухолевых клеток у больных рака молочной железы, кишки, вот, а по меланоме я не встречал. Вот просто мне почему заинтересовало это, что, может быть, есть вот какие-то исследования, которые идут уже, да, по изучению стволовых именно в меланоме. И какие-то медианы, которые именно для этих клеток важны, на прогноз этих пациентов влияют. Фундаментальные исследования, они, безусловно, ведутся, да, сейчас я не смогу привести вам такие клинические уже, да, вот аспекты, но мне кажется, что вот направление, оно всё равно будет поддерживаться, вот именно это. То есть реализация запуска противоопухолево-иммунного ответа именно в отношении этих вот стволовых, ну, условно стволовых, не знаю, как они будут называться через какое-то время, может быть, не так, а иначе, ну, по крайней мере, те клетки, которые являются драйверами дальнейшего прогрессирования. Спасибо. Да, будьте добры. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос практический. Ваше мнение хотелось бы услышать. Есть ли принципиальная разница между интерфероном 2-альфа и 2-бета? По стандартам рекомендуется назначение интерферона 2-альфа. Я знаю стандарты. Вопрос, я говорю, практически, потому что он связан, как вы уже упомянули, с стоимостью лечения и в связи с закупкой препарата по системе ОМС, к сожалению, приходится зачастую при этом длительном лечении препараты это менять. Причем иногда неоднократно. В зависимости от того, что закуплено. Так вот, ваше личное... Понятно, что таких работ нет и быть не может, а ваше личное мнение это как-то может сказаться в отрицательной стороне? У нас окне состоялось впечатление, да, Светлана Анатольевна, о различии эффективности препаратов. То есть принципиальной разницы нет, да? Думаю, что нет. Спасибо. Так, какие вопросы еще будут? Я бы хотела, чтобы еще, Анна Игоревна, вы еще раз подчеркнули по поводу химиотерапии в адевантном режиме. Все-таки на местах иногда проводят адевантную химиотерапию, что докарбазин. Ну, здесь, наверное, то исследование рандомизированное, хотя оно и по его результатам его внесли с определенной оговоркой, да, возможной опцией, но мне кажется, оно говорит само за себя. Оно не влияет никак на общую выживаемость пациентов. Оно высоко токсично, 75% в токсичности 3-4 степени. То есть токсичность, опять же, угрожающая жизни пациента. Мы проводим лечение, не влияем на сроки жизни пациента и вызываем осложнения, которые могут привести к смерти пациента. Поэтому я думаю, что вопрос о проведении такого токсичного химиотерапевтического режима в одевантном периоде, когда пациент, может быть, уже радикально излечен хирургически, я думаю, что он должен быть, наверное, не обсуждаться. Как-то он слишком жесток для того, чтобы его рассматривать так вот в нашей рутинной практике. Но это, по-моему, уже условно всеми. Хотя всё-таки токарбазин всё-таки назначают иногда, одеванты. Так вот бесполезно совершенно. Хотя, наверное, очень много вопросов состоит парамедицинских. Когда у пациента прооперирована меланома, и самого пациента, и особенно родственников, зачастую беспокоит вопрос, как же так оставлять больного без лечения. Но тут уже, наверное, искусство врача, уже как и хорошего, наверное, дипломата, разговора с пациентами и доказательства того, что в некоторых ситуациях не надо ничего назначить, уж тем более химиотерапию. А при нашей ситуации, при российской ситуации, конечно, тогда у нас идут интерфероны, потому что тот стандарт, который принят сейчас в Америке, эпилюмап в дозе 10 мг на килограмм веса, он, конечно, совершенно неприемлем для нас. В течение трёх лет. В течение трёх лет. Да, потому что это крайне высокая стоимость. Высокая токсичность, как вы видели, 76% токсичность третьей-четвёртой степени, конечно, это высокая цена. Возможно, мы когда-то будем богаче, и у нас будут возможности другие, но, во всяком случае, мы живём сейчас в нашем мире. Возможно, завтра ещё у нас Ирина Александровна будет говорить о клеточных технологиях и осветить все вопросы, которые сегодня тоже беспокоили докторов. Но это будет у нас уже завтра. Если вопросов нет, тогда мы поблагодарим Анну Игоревну за интересный доклад, полезный доклад. Спасибо, Анна Игоревна.